Я вас приветствую на своём канале. Я приветствую всех адекватных и неадекватных тоже с кандибоббером на голове. Хотела быстро позавтракать, поужинать, пообедать, пообедать. Приготовила пицца пятиминутка, как твой бывший называется. Адекватных, неадекватных, мне кажется, сейчас очень много неадекватных. В принципе, я тоже неадекват в какой-то степени. Обожаю пиццу с мариновыми огурцами. Сейчас идёт какой-то коридор затмений. Девочки, ну не знаю, самовнушение, это не самовнушение. Третий день. Я не понимаю, что со мной происходит. Вот всё хорошо. Даже вот пожаловаться, знаете, контент не на чем сделать. А то любят же люди смотреть больше, когда ты плачешь, страдаешь, что у тебя всё плохо. Но третий день. Происходит такая фигня. Я просыпаюсь, чувствую тревоги, жуткой тревоги, как будто что-то плохое случится. Ладно, потом кофе выпила, пошла умылась-помылась. Опять вот какая-то, если минутка у меня вот свободная в мысли бывает, опять у меня чувство этой тревоги. Чувство, нагнетающее чувство тревоги. И сейчас я тоже перед тем, как вот снять, опять у меня жутко. Вот знаете, вот здесь вот как будто сердце сжалось. Чувство тревоги, как будто ты что-то, либо что-то сделал плохое, либо что-то на тебя будут говорить, или что-то тебе сделают плохое в твоей семье. Вот у меня сейчас вот так, то ли это связано с планетами, я не знаю, что. Вот правда, очень ужасно себя чувствую. Вернее, ужасное чувство. Как у вас, кстати, настроение, напишите. Вчера опрос делала в инстаграме, я говорю, вы ощущаете коридор затмений? Ну, 50 на 50, там ответили. Кто-то ощущает, кто-то не ощущает. Я уж думаю, может быть таблетки успокоительные попить. Нервишки сшалят. А тема сегодняшнего мукбанга будут финансы. Мне как раз в комментарии девушка написала. Поговорите на тему финансы в семье, разделение бюджета. Если у вас есть темы, девчонки, мальчишки, пишите мне в директ, в инстаграм, либо рассказывайте свои истории жизни. В любом случае, какая-то история, да пригодится мне на болталках порассуждать с вами, у кого что. Про семейный бюджет я хочу сегодня поговорить. Ну и вообще про бюджет, про деньги. Это же наше насущие. Ой, у меня, вот знаете, бывает такое, что и рубля нет в кармане, а потом хуякся, я богачка. Вот какие-то качели, вот вечно какие-то качели. Да, вот нет какой-то стабильности из-за того, что я, я транжира. Я страшная транжира. Это у меня вот с детства такое. Я потрачу всё до копейки, потому что я буду уверена, что эта вещь мне была жизненно необходима. Я без неё не смогла бы и дня там проворожить. Вот я вот, да, транжира, это плохо. Это плохо, конечно. Плохо в какой-то, в принципе, ничего такого страшного, но надо учиться копить. Надо учиться копить, чтобы у тебя хоть какая-то заначка была. Не то, что там на чёрный день. Жизнь настолько непредсказуема, что мы не знаем, что будет завтра, послезавтра, правильно же? И куда нам эти деньги нужны будут? Не люблю говорить на чёрный день, потому что такой ширина, что этот чёрный день действительно настанет, не дай бог. Не знаю, откуда такое суеверие у меня взялось, вот что якобы если на чёрный день откладывать, этот чёрный день когда-то наступит. Всё равно наступит. А если не откладывать, не наступит. Про финансы. Я не знаю, конечно, у всех семейный бюджет, он по-разному распределяется. Рассказала мне, как рассказала, поделилась, вернее, в такой небольшой краткой истории. Девушка живёт с мужем уже пять лет, она работает, он работает, он хорошо зарабатывает, достаточно очень прилично, что на его зарплату можно содержать без проблем всю семью, ребёнка там ещё и помогать родственникам. Ну, говорит, я всю жизнь работала и работаю. Я работаю, зарплата скромная, но вот мне нравится, я вот чем-то занимаюсь. Но происходит в их семье такое, что муж контролирует её вот эти три копейки. контролирует, то есть нет такого, что, знаете, вот если бы у меня была семья в идеале, да, в идеале. Потому что я считаю, наверное, в каждой семье это семейный бюджет, да, по-разному расходуется. Ну, кто там главный, жена, муж, ну, то есть это всё по-разному. Поэтому, мне кажется, нет такого единого, единого, как вот, как должна семья распределять свои финансы. То есть у каждого по-разному. И тут кричать, как правильно, как неправильно, ну, можно в каких-то экстренных не очень ситуациях, когда действительно там, ну, кто-то из муж или жена творят какие-то чудеса, они нелепые с этими финансами, ну, как бы не по справедливости. И вот эта история, наверное, наверное, одна из каких-то, да, несправедливых. Вы пишите, кстати, как у вас в семье. Напишите мне комментарии. Кстати, под видео все ссылки на мои соцсети, ссылка на донат, ссылка на карту Забьера для развития помощи каналу. Вот, пишите мне, как у вас в семье, и она говорит о том, что он контролирует мои 3 копейки. То есть я, собственно, заработанные свои вот эти, говорит, гроши не могу потратить на себя, как бы мне хотелось. То есть ее бюджет, он не зависит, то есть ее бюджет, он не влияет на их основной бюджет, да, то есть вы понимаете, то есть там у него все хорошо, он говорит, он не жадный, и еди, и питай, все хорошо, но почему-то он контролирует вот эти вот мои 3 копейки, которые я хотела бы, допустим, пойти себе сделать губы, например, да. А он контролирует, типа, нет, губы ты не пойдешь делать. Давай на твои 3 копейки купим лучше туалетную бумагу. Или, например, мне понравились, говорит, туфли. Да, эти туфли стоят почти как ее зарплата. Он ей говорит, нет, не разрешает ей купить. Не апеллирует это тем, что у нас денег нет. Или мы без твоих там 3 копейках не проживем. Нет, он говорит, что это тебе не надо. Это тебе не надо. И это тебе не надо. Вот что это. То есть человек боится, можно так подумать, что если женщина будет совершенствовать, хорошо выглядеть, ухаживать на свои 3 копейки. Ну, простите, 3 копейки на свои деньги, зарплату, да. А то, повторяюсь, 3 копейки, да. То есть боится, что ее потерять. Либо это жадность чужим деньгам, либо это просто он любит контролировать. Он такой контролер, что у него вот должно быть вот так. А если она, допустим, не проявляла бы инициативу потратить эти деньги, к примеру, да, может быть, такого и не было. Фиг его знает. Вот что это у него, у этого мужчины, у ее мужа, что там в голове, что он контролирует, вот их доход. Но чеки он у нее не спрашивает, что... Конечно, ей это очень неприятно. Я про чеки. Чеки он у нее не спрашивает, когда там в магазин нет такого, до маразма нет. Нет, я слышала такую историю, что мужчины, посылая своих жен в магазин, мужчины, мужья, мужья посылая... Магазин требует приносить чеки и сверять... сверять лишнего, чтобы она не купила себе. Или в дом, или в семью, я не знаю. Но это уже какая-то тирания. Мне кажется, в этом есть тиранство. Когда мужчина будет заморачиваться, проверять еще чеки с магазина. Я когда была в 20-летнем возрасте, я все время так думала, что если я выйду замуж, я не буду работать, буду дома сидеть, а вот муж у меня будет зарабатывать. Знаете, вот мечтала. Мечтала об этом, я такая... Я буду дома, ну, а вот муж будет работать. Но сейчас, слава богу, я вот хоть поумнила о том, что, знаете, девчат, вот все равно надо работать, работать или чем-то заниматься, чтобы своя копейка была. Это 100%. Не то, что это на черный день, а все равно. Господи, мужья уходят, бросают своих детей, бросают своих жен, унося все, вплоть до утюга, купленный им на его зарплату, потому что жена сидела с ребенком, не работала. Ну и вообще, может быть, у них когда-то договор был, их устраивало, то, что жена там не работала. Ну, то есть в каждой семье по-разному. Еще раз говорю про доход, разделение. Кто-то кому-то удобно, я слышала, раздельный бюджет. Вот ее зарплата, ее зарплата, его-его, то есть нет такой общей шкатулки, куда бы они все это складывали. А если что-то покупают, они договариваются, складываются напополам. Допустим, купить надо холодильник за сто тысяч. И вот они из бюджета своего. Скинулись на этот холодильник, купили. То есть жизнь пополам. У кого-то, ну, мне такая модель, конечно, больше нравится, я не буду скрывать. Жена работает, муж работает, то есть ее деньги, это ее деньги, а мужа деньги, это общие деньги. Ну, может быть, это звучит как-то это, но... Ой, ну, девчат, ну что, мы... Разве мы... Я не буду скрывать о том, что эта модель меня бы больше устроила. Это классно. Это не обозначает, что я своему мужу не буду делать подарки. Обожаю делать подарки. Просто обожаю. Вот не знаю, я люблю больше получать или дарить, если есть возможность. Вот такие еще варианты. Муж будет забирать всю твою зарплату, допустим, жены. И же сам распоряжаться, чтобы лишнего не купила. Я бы ему фиг отдала бы. Да нет, у меня бы такого мужа точно не было. Мне такое не нравится. То есть я бы чувствовала, то есть я работаю-работаю, зарабатываю, а тот муж у меня будет отбирать мои деньги и выдавать мне, знаете, как это, лимит какой-то. Вот тебе тысяча рублей, допустим, там на день. Вот хочешь копи, хочешь что-то делай, хочешь что-то покупай. Как в клетке, вредь какой-то жить. Это нет, это не мое, это точно. Не знаю, у меня вот родители жили, 20 лет прожили вместе, вместе работали, вместе трудности проходили. Ну да, отец косячил, конечно, по молодости очень сильно, но бюджет был общий у родителей. Но у меня отец такой был строгий, и мама откладывала мне по копейке, ну, допустим, там пока отец не знал, чтобы мне купить какую-то вот вещь, хорошую, там, допустим, там раньше у нас в районе не было Найка, Адидаса, то есть это, это мне было 17 лет. Не было. И раньше, чем мы одевались, наши школьные года, одевались где? На базаре мы одевались, на картонке стояли. И когда появились вот эти вот в центре города брендовые магазины, это было, ну, это было вау, ну, то есть, если ты поехала, у тебя есть возможность, да, купить себе брендовую, какую-то вещь, ну, брендовую, понимаете, там, спортивный, бенетон был, манго. Вот моя мама по 100-200 рублей откладывала, ну, чтобы отец не знал, сколько вещь мы ему говорили, ну, допустим, там, какая-то футболка 3000, допустим, там стоила, мы ему говорили, что она стоит там 700 рублей, ну, дабы не травмировать его, потому что он бы там, ну, типа, дорого, а мама вот откладывала, потому что она понимала, что я девочка, мне хочется одеться красиво, и вот мама на такие шаги шла, откладывая мне, я садилась на маршрутку с подружкой, ехала в центр города, и вот покупали мы себе вот вещи, значит, ну, вот так как-то я одевалась, ну, и он тоже мне давал, ну, вот большинство, если каких-то вещей дорогих, ну, так вот было в бюджете, от отца скрывали действительно стоимость настоящую шмотки, да, такое было, а так вот жили, ну, особо папа там, ну, не знаю, он сам, ну, не жадный он был в плане и не запрещал, ну, вот как-то было у нас вот так вот в семье, но я же говорю, у всех, наверное, по-разному, как у вас было, делитесь, вот, и что я могу сказать, и пожелание мне этой девушки, с ней, с этой историей, что у нее муж забирает ее три копейки зарплаты, я хочу сказать, что надо поговорить с мужем обязательно, и сказать, что, дорогой муженек, давай так, я буду распоряжаться своей тоже зарплаты, я хочу то-то-то покупать на нее, а не там туалетную бумагу, там носки, или там, не знаю, буханку хлеба, вот, мне кажется, надо об этом поговорить, потому что это, это какое-то мучение, тоже, живешь, и не можешь потратить свою зарплату на увеличение себе губ, я не знаю, там, татуаж бровей, ну, чисто вот на трусы, да, себе, как я называю, вот, девчонки, все, я вас целую, может, вечером сниму мукбанк, или болтанк, не знаю, хочу уху сварить, финскую, уху, вот, с горбушей размораживаю, все, целую, пока. с горбушей, пока. Субтитры сделал DimaTorzok